Более 10 тысяч участников Петербургского международного экономического форума три дня мигрировали из одного павильона в другой. Движение это отнюдь не Бровновское. Люди искали, где лучше. Вот и подсаживались то за один стол переговоров, то за другой. Вновь взялся за перо и глава делегации поморов Игорь Орлов. На сей раз он подписывает соглашение с Антоном Филатовым, гендиректором компании «Оборонлогистика». Еще в мае в Архангельске, на заседании Госкомиссии по Арктике, они нашли общий язык и решили положить конец беспределу в части доставки грузов за Полярный круг. Только в Архангельской области мы доставляем грузы четырьмя разными компаниями, четырьмя разными судами в одну и ту же точку, и все четыре судна недозагружены. По линии северного завоза, муниципального завоза, военного завоза, ну и еще есть там промышленные какие-то решения. И все это решается совершенно самостоятельно, нанося урон интересам государства, экологии. Пока регион пестовал идею создания единой логистической компании, она сама нашлась. Оборонлогистика предложила свои услуги. Дочка Минобороны в качестве единого транспортно-логистического оператора сможет решать задачи по перевалке, доставке и хранению грузов экономически эффективно. Есть в соглашении и дополнительный бонус для региона. Министерство обороны приняло решение построить современные производственно-логистические комплексы по всей территории Российской Федерации, и один из них должен быть создан на территории Архангельской области. Надеемся на отклик Архангельской области для того, чтобы здесь сделать это максимально удобно не только для вооруженных сил, но и для задач, которые решает регион, вовлечь максимальных инвесторов региональных, строительные компании, логистические, транспортные. Перспективы открываются обоюдно радужные. Главное, на что теперь рассчитывают стороны, что этот важный пункт соглашения не станет просто декларацией о намерениях.